Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами обсуждать очередную заповедь, которую можно выполнять в любое время, повелительная заповедь Торы. Сегодня у нас будет немножко тяжелая заповедь, немножко страшная тема, но давайте ее изучать. Написано в Торе, и осветится имя Бога в народе. Эта заповедь говорит нам о том, что если, не дай Бог, пришел враг, например, там в средние века какой-то там, не знаю, жуткий-жуткий атеист, и он тебе говорит, слушай, ты там в Бог какого-то веришь. Еще раз, ты мне скажешь про Бога, я тебя убью. И мало того, что не учи меня, что есть Творея, там какие-то обязательства перед ним, какие-то правила жизни, я хочу, чтобы ты отрекся от своего Бога, или я тебя убью. И это все происходит публично. Тогда говорит нам Торан, человек должен даже отдать свою жизнь, если публично его пытаются принудить к отречению от своего Творца. Это называется заповедь освящения имени Бога. Не слушайся его, и освети имя Бога, и это твоя прямая обязанность. И не нужно говорить, что я сейчас скажу, да-да-да, Бога нету, а на самом деле в душе я верю, нет. Если ты это скажешь публично, что ты не веришь в Бога, и ты принимаешь его какой-то взгляд, который вообще не имеет никакого отношения с божественностью и так далее, ты тоже фуришь имя Творца. Теперь, здесь есть такой вот нюанс. Либо это происходит публично, либо это происходит, когда есть какие-то гонения. Гонения на евреев, как носителей веры к единого Творца. В любом из этих двух случаев человек должен умереть, но не принять вот эту вот альтернативную веру, что в Бога нет. Обязанное отдать свою жизнь. Теперь, если мне говорят что-то публично, даже вот наруш, какой-то простой запрет, скушай там свинину публично, запрещено. Если это происходит не публично, просто мне говорят, слушай, поешь свинину, я от тебя отстану. Никто этого не видит, и есть угроза для жизни. Конечно, кушай свинину. Если это происходит публично, конечно, откажись, и пускай тебя убьет, но ты осветишь имени Бога. Нельзя публично позорить Творца, что ты готов нарушать его законы. Но если тут говорится про три самых ужасных греха, убийство, разврат или идолопоклонство, даже когда никто не видит, мы не имеем права это нарушать. Если приходит убийца и говорит, слушай, если ты сейчас не поклонишься вот этому идолу, я тебя убью, никто этого не видит, ну поклонись. Нет, я не имею права, убивай. Если он говорит, пойди кого-то изнасилуй, никто не узнает, и покажи мне, что ты в Бога не веришь вот этим актом. Нет, убивай. Если происходит что-то публично, даже любая, даже такая самая, то, что кажется второстепенной заповедью, нарушить там заповеди Кашрулта или там Шаббат публично, ничего нельзя нарушать. Так, эта заповедь очень важна, и наши предки веками ее выполняли, когда были гонения в средние века, когда были гонения разные в другие времена, когда публично нас пытались принудить отречься от Бога, или даже не публично пытались нас заставить убить, заниматься развратом или идолопоклонством, наши великие предки всегда выбирали смерть, освящение имени Бога, а нет такие вот прямые нарушения Туры.